ЕГЭ по математике является обязательным элементом проверки знаний школьников и получения аттестата. В регионе в этом году работают 57 экзаменационных пунктов, 14 из которых находятся в областной столице. На одном из них побывала Анастасия Новичкова. Сегодня, 31 мая, в 53-й школе тверские выпускники сдают единый государственный экзамен по математике, где продемонстрируют знания одной из точных наук. Базовый уровень математики сдают, как правило, те, кто планирует поступать на гуманитарные направления. Софья Грибкова готовилась к экзамену на протяжении 4-х лет. Решала варианты заданий в школе и самостоятельно. Занималась репетитором. И всё это для того, чтобы добиться хороших результатов для поступления в высшее учебное заведение. Софья хочет стать врачом и поступить в Тверской государственный медицинский университет. Мне очень нравится помогать людям. Я хочу лечить людей, хочу дарить им радость, хочу дарить улыбку. Во-первых, конечно же, это волнение, потому что я готовилась к ЕГЭ с 8-го класса. То есть 4 года на подготовку я и волнуюсь, и переживаю, потому что всё-таки от ЕГЭ зависит моё будущее, моё место учёбы. Поэтому это действительно очень напряжённый и очень важный для меня день. Ульяна Романова уверена в своих знаниях, поэтому волнения практически не испытывает. Хочет стать историком и изучать вехи прошлого, чтобы понять и объяснить их влияние на настоящее. Это настолько интересно, что через призму истории мы познаём, что сейчас происходит в мире. Можно провести множество параллелей и можно прийти к определённым выводам, что история циклична и всё это повторяется. Вообще в достаточно спокойном темпе ходила к репетитору, решала множество вариантов. Также внимательно слушала учителя на уроке. Выбор профессии играет большую роль в жизни каждого человека, поэтому необходимо подойти к этому вопросу очень ответственно. Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил важность профориентации для выпускников. У вас ответственный момент. В этом году вы выбираете профессию. Желаю вам стать счастливыми и успешными. Любите свою родину и свой родной город. В 53-й школе сегодня сдают экзамен 159 человек. В 2024 году в ЕГЭ по математике базового уровня изменений нет. Это значит, что тематика и структура заданий останется такой же, как и в прошлом году. В пункте проведения экзамена создаются все необходимые условия для комфортной сдачи единого государственного экзамена. Мы встречаем ребят, проводим с ним дополнительный инструктаж. Еще раз напоминаем, какие вещи могут у них быть на пункте приема экзамена, какие нежелательно, а какие вообще запрещены. Им называют номер аудитории, на каком этаже, их встречают организаторы, рассаживают и ждут моменты, когда они могут уже начать государственный экзамен. Единый государственный экзамен по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. Для решения задач по математике базового уровня отводится три часа. Результаты экзамена станут известны не позднее 14 июня. Апелляцию можно будет подать в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов.